Мораль Крыловской басни «Осёл и Соловей» в том, что необразованные невежды любят выносить глубокомысленные, но несуразные суждения, по предметам, в которых они совершенно не смыслят. Крылов высмеивает подобных глуповатых знатоков и заключает свою басню просьбой к Богу избавить нас от этаких судей. В басне он рассказывает, как один осёл, прослышав, что Соловей – великий мастер петь, попросил эту птицу показать своё искусство. Соловей залился чудной трелью, которой заслушались люди и природа. Он щёлкал и переливался на тысячу ладов, так что от восторга даже затихли ветерки и прилегли рядом с пастухами стада. Осёл же лишь сдержанно похвалил Соловья и посоветовал ему, чтобы больше навостриться в пении, поучиться у дворового петуха. Вот полный текст басни. Осёл увидел Соловья и говорит ему – Послушай-ка, дружище, ты, сказывают, петь великий мастерище. Хотел бы очень я сам посудить, твоё услышав пение. Велико ль подлинно твоё умение? Тут Соловей являть своё искусство стал. Защёлкал, засвистал. На тысячу ладов тянул, переливался. То нежно он ослабевал, и томной вдалеке свирелью отдавался, то мелкой дробью вдруг по роще рассыпался. Внимало всё тогда, любимцу и певцу Авроры, затихли ветерки, замолкли птичек хоры, и прилегли стада. Чуть-чуть дыша пастухом любовался, и только иногда, внимая Соловью пастушки, улыбался. Скончал певец. Осёл, уставясь землю лбом, – Изрядно, – говорит. – Сказать не ложно, тебя без скуки слушать можно. А жаль, что не знаком ты с нашим петухом. Ещё б ты боле навострился, когда бы у него немножко поучился. Услыша суд такой, мой бедный Соловей вспорхнул и полетел за три девять полей. Избави Бог и нас от этаких судей!